Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. В сегодняшнем обзоре мы уделим внимание простому, но довольно мощному телескопу-рефрактору, хорошо подходящему как для астрономических, так и для наземных наблюдений. Телескоп Skywatcher 909AZ3 будет интересен как для начинающих, так и для опытных любителей в качестве мобильного инструмента для поездок и спонтанных наблюдений. Телескоп поставляется в стандартной двойной картонной коробке, невзрачной, но зато очень надежной. Кроме того все узлы и детали уложены в индивидуальной упаковке по отдельным коробкам. Сборка начинается с установки алюминиевого штатива с уже закрепленной головой азимутальной монтировки и полочки-распорки для аксессуаров, придающей треноге дополнительную жесткость. Далее прикручиваем тросики механизмов тонких движений, установленных на обеих осях и выполненных по возвратно-поступательному принципу. На этом сборка монтировки закончена и можно приступить к установке трубы телескопа. Она надежно упакована в отдельном ящике и поставляется с уже надетыми кольцами и дюймовыми болтами М6 для крепления. С их помощью прикручиваем трубу к верхней планке монтировки, после этого можно временно разъединить кольца и снять остатки тонкой упаковочной бумаги. В меньшей из коробок находим инструменты для сборки, отвертку и гаечные ключи, а также оптические аксессуары, упакованные в отдельные коробочки. Это простые окуляры Кельнера 10 мм и 25 мм, дающие увеличение в 90 и 36 крат соответственно. В комплект поставки входит и диагональная призма 45 градусов, дающая полностью прямое изображение. Такое решение не только удобно для наблюдения земных предметов, но и поможет новичку быстрее ориентироваться на небе. Для точного наведения на объекты предусмотрен весьма качественный оптический искатель 6х30. Юстировка искателя производится двумя винтами в оправе, третий винт подпружиненный. Стойка искателя устанавливается в гнездо типа Класточкин хвост на корпусе фокусера. Фокусер телескопа металлический, реечной конструкции и имеет значительный ход фокусировки. Хвостовик фокусера рассчитан на аксессуары с посадкой 1,25 дюйма и оснащен Т-резбой для установки фотопринадлежностей. Используя соответствующее Т-кольцо на фокусер, несложно установить зеркальный фотоаппарат для съемки удаленных земных предметов и Луны. Объектив телескопа линзовый имеет конструкцию классического длиннофокусного хромата с воздушным промежутком и хорошее многослойное просветление зеленого оттенка. На оправе объектива установлена длинная пластиковая бленда для защиты от запотевания и паразитных лучей. Крышка объектива имеет диафрагму, которая служит для уменьшения потока света и возможностью самостоятельной установки пленки для солнечного фильтра. В собранном виде телескоп представляет собой довольно большой, но изящный инструмент, который хорошо послужит как для наблюдений, так и в качестве украшения интерьера. Еще на сумеречном небе длиннофокусный рефрактор прекрасно показал себя по планетам. С некомплектным семимиллиметровым окуляром даже на ярчайшем серпе Венеры лишь немного был заметен хроматизм. По Юпитеру хроматизм практически не наблюдался, зато обнаружилось большое количество подробностей в атмосфере газового гиганта и конечно четыре галилеевых спутника. Сатурн с большим разворотом колец тоже прекрасный объект для девяносто миллиметрового рефрактора. Кольца планеты выделялись отличным контрастом, различалась щель Кассини и крупнейший спутник Титан. По Луне открылось огромное количество подробностей и мы надолго задержались за наблюдением ландшафтов нашего спутника. Особенно хороши были детали вдоль линии Терминатора, храницы света и тени на лунной поверхности. С 25-мм окуляром телескоп неплохо показал яркие объекты дальнего космоса. Шаровое звездное скопление М13 уверенно делилось на звезды, пусть не до самого центра, но уже не выглядело как просто туманное пятно. Планетарная туманность Гантель смотрится под темным загородным небом, пусть и не так впечатляюще, как крупноапертурный телескоп, но вполне различима форма, давшая название этому объекту. Без особого труда, практически в зените, нашелся дуэт галактик Большой Медведицы. Спиральную структуру М81 различить, конечно, не удалось, зато боковым зрением уверенно просматривалась неправильная форма и темная полоса в центре М82. Особенно хороши в рефрактор оказались рассеянные скопления Хиаш Персея. Мириады звезд разного размера, яркости и оттенка на черном как смоль небе надолго останутся в памяти любого наблюдателя. В заключении отметим, что Skywatcher 909 AZ-3 оставил прекрасное впечатление о себе по качеству исполнения, по яркости контрасту картинки, по удобству механики и простоте монтировки. Небольшой вес, малое время сборки и подготовки телескопа позволяет смело отправляться с ним в путешествие на поиски понастоящего темного неба не только на автомобиле, но даже с ручной кладью. К отрицательным моментам можно отнести невозможность наблюдения около зенитной области, что присуще любой азимутальной монтировке. Не порадовал также комплектный 10-мм окуляр. Однако для серьезных наблюдений штатный комплект окуляров, как и в любом телескопе, необходимо расширить, чтобы полностью раскрыть возможности инструмента. Итак, сегодняшний вывод в лаборатории астроскоп. Skywatcher 909AZ3 можно смело рекомендовать в качестве универсального инструмента для наземных и астрономических наблюдений как начинающим, так и опытным любителям астрономии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!